Уже готов специальный сейсмостойкий фундамент. Это одно из основных требований. Здесь будет новое здание детского сада «Орленок» на улице Крымской. Старое пришло в негодность и его было решено снести. Старый садик был на 60, мест новый уже на 80. Исполняющие обязанности заместителя главы курорта Екатерина Боровская осматривает стройку, интересуется условиями труда строителей, а также тем, как охраняется объект. По плану работы планируется завершить к концу текущего года. Медленные работы, фундамент, цокольные, это самое большое, это половина. Это то, что пока не видно, но это самое основное, это главное. Да, это половина. Там останутся колонны, как раз эти пищпадка, это... Медицинский блок, который состоит из необходимого набора помещений, процедурный кабинет врача или медсестры и сам кузов, плюс прихожка. В соответствии с новыми последними требованиями, с АМПИНа, это кабинет вакцинации, это возможность посмотреть ребенка, сделать профилактическую какую-то осмотр. Экскурсию проводит Светлана Сулейменко, заведующая уже не будущим, а фактически новым детским садом на 160 мест. Он находится в микрорайоне Алексеевский. Холлы просторные и светлые. А так выглядит зал для занятий физкультурой. Внутренние работы практически завершены. Установлены двери, сделана разводка отопления и воды, завершается установка сантехники. Здесь у нас уже установлена сантехника в полном объеме. В полном объеме, да? И раковины, и медсцентрация, да. Да, да, хорошо. Как раз на высоте, такой, которая нам необходима для наших деток. А это уже Юровка, детский сад номер 35. Работы по утеплению фасада начались буквально на днях. Заведующая Лидия Махенько признается, что это была ее настоящая мечта. Здание панельное, достаточно прохладное. Зимой часто приходилось буквально биться за каждый градус. После того, как работы завершаться, такой необходимости уже не будет. Более того, меньше средств будет уходить на отопление, а значит, больше денег пойдет на учебный процесс и игры. Необходимое средство выделил депутат Госдумы Иван Демченко. Мы написали с главой письмо, ну, думаем, получится, получится. И вот, вы знаете, я сильно как бы и не верила, потому что денег много сюда надо, на этот детский сад. Но случилось чудо, честно. Вот просто мне даже самой сейчас еще не верится, что вот это совершается. Важно, потому что это важно. Тепло, красота, какой-то уют. Потому что мне всегда мечталось, чтобы я подошла до детского сада, и он играл какими-то красками. Это, как вы знаете, симулирует и детское сознание, и как-то настроение. По словам Екатерины Боровской, строительство и ремонт в детских садах идут по намеченному графику. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.